Итоги уходящей среды Сегодня живет община. Сезонное заболевание. В стране заработала единая система учета вакцинированных от COVID-19. Вакцинировано чуть более 82% населения. Что планируют добавить? У природы нет плохой погоды. В четверг в стране ожидаются дожди и грозы. Желательно укрыться в ближайший подъезд, магазин или аптеку. Надолго ли тренд? А также железнодорожный путь, горячая пора и звездный час. Белтелерадио-компания объявила о старте проекта «Фактор Бюай». Как стать участником? От жизни к жизни в еврейском дворике открылся памятный знак, посвященный жертвам Холокоста. Идея зародилась в 2020-м. Созданный мемориал при поддержке руководства города и бобручан, которые живут по всему миру. О горькой истории возрождения Карина Угаревича. Еврейский дворик на Чангарской – популярное место среди туристов и настоящий кладезь истории. Внутри пешеходные дорожки, красочные клумбы и уютная беседка. Торжественно его открыли в 2019-м, буквально неделю назад, в День города. Здесь появился памятный знак, посвященный жертвам Холокоста. Мемориал изготовлен из камня, металла и бетона. Красная плитка символизирует горькую историю военных лет. Черные балки – погибших людей. А звезда Давида – возрождение еврейской жизни по всей Беларуси. Идея создания памятника зародилась в 2020-м. Проект получил жизнь благодаря неравнодушным бобручанам со всего мира. Благотворительная помощь – одна из составляющих существования еврейской городской общины. Мы для этого сделали специальный сайт, который через него они приносят пожертвования. Влашиваем, тратим, используем вот эту гуманитарку для нашего населения, для бобручанского населения. В том числе, естественно, ремонт этого здания, синагога, еврейские дворики и разных еврейских местах города. Мы за этот год почти около 80 тысяч долларов собрались от нециантов, от многих людей, которые решили дать плечо в развитии бобручанской общины. Средства идут на различные проекты. Например, накануне Песаха верующим раздали около тонны мацы. Также подготовили праздничные продуктовые наборы. Особый акцент на развитие туризма, регулярные выставки, экскурсии и мастер-классы. Все, что еврею нужно, кроме семьи, может дать ему синагога. Здесь молятся, здесь учатся, здесь можно провести целый день. Синагога в переводе с еврейта «бнейкнесет» – в переводе с еврейта «дом собраний». Поэтому синагоги – это не только молильный дом. Это дом, где живет община любой жизнью. Где есть дети, где есть подростки, где есть пожилые люди, где есть люди среднего возраста. Синагога сейчас единственный действующий еврейский храм в городе. За долгие 200 лет существования здесь размещался и военный склад, и ателье, и даже мельница. Лишь в конце 20 века здание вернулось к иудейской общине. От первоначальной святыни до наших дней сохранились лишь окна на чердаке. Внутри хранится Тора – редчайшая священная книга. Двери здесь открыты всегда, для всех желающих. Карина Гуревич, Максим Галенка, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Всё под контролем. В стране заработала единая автоматизированная система отчёта вакцинированных от COVID-19. В базе отражаются паспортные данные пациентов, номера телефонов, справка о прививках и выдаче сертификатов. Плюс сведения медработники, которые вводил препарат. Программа синхронизируется с приложением путешествия без COVID-19. В планах добавить информацию об иммунизации и от других заболеваний. На начало июля 2022 года в городе Бобруйске, Бобруйском районе, вакцинировано чуть более 82% населения. Бустерную вакцинацию получили почти 8% населения от лиц, которые получили полный курс вакцинации. К слову, по данным на 1 июля, с начала пандемии в стране зарегистрировано около миллиона заразившихся. Специалисты прогнозируют вирус, как и грипп, станет сезонной болезнью. Всплеск случая будет приходиться на осень и весну. Безвизовый режим, уникальный шанс и мистическая ночь. В Беларуси отмечают купали, что символизирует праздник. Кромкие заголовки дня далее в специальном обзоре. По данным Госпогранкомитета, за 5 дней без визы Беларусь посетили более 150 граждан Польши. Напомним, с 1 июля начал действовать безвизовый режим для этой страны. Литвы и Латвии с 15 апреля. В общей сложности им воспользовались свыше 103 тысяч человек. БелЖД в сообщении с Россией за 6 месяцев перевезла более 1 миллиона пассажиров. В расписании 15 пар поездов международных линий, из которых 9 белорусского формирования и 6 РЖД. Между странами организовано регулярное пассажирское сообщение в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Адлера, Калининграда, Мурманска. У абитуриентов прошло последнее централизованное тестирование по всемирной истории. Результаты некоторых предыдущих испытаний уже известны. Например, объявлены баллы по биологии. 39 человек показали максимальный результат. Резервные дни для сдачи тестов – 12, 14 и 16 числа. Но только для тех, кто не пришел в основной день по уважительной причине. Выдача сертификатов начнется 14 июля, а уже с 18-го все документы можно нести в вузы. Белтелерадио компания объявляет старт проекта «Фактор Бай». Второй сезон популярного вокального шоу выйдет в новом формате и с акцентом на свое. Звездные наставники и перспективные исполнители снова встретятся лицом к лицу на сцене. Если вы умеете петь, хотите стать звездой, получить контракт от продюсерской компании, записывать свои песни и снимать клипы, тогда присылайте заявку. Подробности на сайте медиахолдинга. Сегодня один из самых любимых праздников в народном календаре – Купалье. Исторически он связан с литним солнцестоянием и отмечается в ночь на 7 июля. Его широко отмечают по всей стране. В субботу гостей примет Александрия. Главное событие – галоконцерт артистов эстрады и народных коллективов. Также в программе – ярмарка и показ новых коллекций одежды белорусских брендов. Будьте осторожны. В четверг по Беларуси ожидаются дожди и грозы. Воздух прогреется до плюс 24. В такую погоду возможны обрывы линии электропередач и падения деревьев. Стоит закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливать печь. Нельзя разговаривать по телефону, а лучше вовсе выключить всю технику. Если гроза застала в лесу, нужно укрыться на низкорослом участке. Если гроза вас застала на улице, то не прячьтесь под рекламными щитами, на остановочных пунктах, под деревьями. Желательно укрыться в ближайший подъезд, магазин, либо аптеку. Если вы находитесь в автомобиле, то нужно срочно остановить движение и не прикасаться к металлическим предметам. И закрыть, конечно же, окна и форточки. Спасатели также напоминают о безопасном отдыхе воды. В Бавруйске определены 4 места для купания. Центральный пляж в Приберетинском микрорайоне, вблизи здравницы имени Ленина и санатория Шинек. Также важно не заплывать за буйки, брать с собой головной убор и солнечные очки. И ни в коем случае не оставлять детей без присмотра. Вторая победа к ряду. Бавруйская Белшина переиграла Дзержинский арсенал. Команды встречались в рамках 13-го тура чемпионата страны. С первых минут матча Шинеки взялись за дело. Атаковали и наносили удары, но мяч не залетал в ворота. Забить гол хозяева смогли под занавес тайма. Отличился Чесноков. Во второй 45-минутке болельщики иголов не увидели. Итоговый счет 1-0 в пользу красно-черных. Что позволило подопечным Альберто Рыбака подняться на 10-ю строчку в турнирной таблице. В следующем туре Белшина на Вейзе сыграет с монстрской славией. 8 июля в 20.00. Сразу после нас, Ирина, моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все и события к этой минуте смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова